По империи Джонсон и Джонсон нанесли новый удар. Компанию, которую многие знают с детства, по ее шампуням и гелям для душа придется выплатить почти 600 миллионов долларов за американский опиоидный кризис. Суд Оклахомы постановил, что Джонсон и Джонсон способствовало тому, чтобы врачи выписывали пациентам сильно действующие, обезболивающие. При этом риски привыкания к таблеткам преуменьшались. Якобы это привело к росту смертности от передозировки, от которой в одной только Оклахоме скончались 6 тысяч человек. Первоначально штат требовал с компанией 17 миллиардов долларов, однако до таких сумм дело не дошло. Ранее Джонсон и Джонсон уже пришлось расстаться с крупной суммой из-за другого скандала. По делу о наличии азбеста в детской присыпке компания должна выплатить более 4,5 миллиардов долларов. При этом Джонсон и Джонсон далеко не первая, кому приходится расплачиваться за опиоидный кризис в Штатах, которые два года назад объявили чрезвычайной ситуацией. Однако Джонсон и Джонсон пока не счет самые крупные потери. Сама проблема существует еще с 90-х годов. Именно тогда в США сложилась врачебная практика, предписывающая помогать пациентам с хроническими болями и прописывать им сильные обезболивающие с опиоидами. В прошлом году Дональд Трамп подписал закон, который упрощает американцам доступ к экспериментальным методам лечения, если они страдают опасными для жизни заболеваниями.